МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петушинском районе взяли с поличным очередного закладчика. Им оказался 22-летний гражданин Таджикистана. Именно оттуда ему диктовали, что делать. Оптовые партии героина он получал через крупные тайники. Хранил его в арендованном гараже, наркополицейские обнаружили и изъяли 300 свертков с героином, общей массой 1 килограмм 205 граммов. Из этого можно было изготовить более 5000 доз. Кроме того, изъято приспособление для взвешивания и фасовки наркотика. Весы, мерная ложка, две кофемолки, упаковочные материалы. В настоящий момент подозреваемый под стражей. Ему грозит до 20 лет. С начала года владимирскими наркополицейскими из незаконного оборота изъято более 9,5 килограммов героина. Стали известны имена звезд, которые в этом году приедут на Фатьяновский праздник поэзии и песни. Как сообщают вязники.ру, это народная артистка Ирина Муравьева, баритоны Сергей Шеремет и Владислав Косарев, поэт Александр Шаганов, который писал стихи к шлягерам групп «Черный кофе», «Любэ», «Иванушки Интернешнл». Вести праздник будут отец покойного Владислава Галкина, Борис Галкин и его молодая супруга Инна Разумихина. Фатьяновский праздник поэзии и песни в этом году пройдет в 42-й раз. Одним ветераном Великой Отечественной во Владимире стало меньше, на 89-м году жизни скончался Сергей Коровин. Участвовал в боях на 1-м Белорусском фронте, был заместителем командира стрелкового взвода. В апреле 45-го его тяжело ранили. Сергея Ивановича награждали орденами и медалями. С 94-го он возглавлял ветеранскую организацию танкового учебного полка имени Сухобатора. Проститься с ветераном можно завтра с 9 до 10 утра в Свято-Константино-Еленинском храме по адресу Константино-Еленинский проезд, дом 8. Редактор субтитров А.Семкин